Приветствую вас и мне видится картина, которую вы описали в таком вот свете. Мужчина не тот, что бы хочет показать своей бывшей жене, как у него все хорошо. Мужчина, скорее, очень боится ограничивать детей в общении с собой, потому что боится, что они будут от него отдалены. И вот этого отдаления он, скорее всего, не хочет, потому что любой развод, любой развод именно влияет на отношения с детьми. И поскольку человек, непосредственно человек, понимает, что живут его дети не с ним, а с матерью, он понимает, что у них с ней связь более тежная, а у него меньше шанс. И из-за этого, из-за страха, что они не будут с ним общаться, из-за страха, что они будут говорить, что он плохой отец и так далее, как раз таки из-за этого он ничего им не говорит. Потому что по всей вероятности, по всей видимости, чувствует вину за то, что оставил детей, своих детей, да, без постоянного отца. То есть они к нему как бы приходят в гости, и он с ними общается точно как в гости. И в этой ситуации, чтобы исправить положение, вам нужно очень много разговаривать с мужчиной, дабы понять его отношения к происходящему. Если он действительно чувствует вину, то почему? Если он считает, что мало делает для детей, то же почему? Вам, как его женщине, лучше не ругаться с ним, не скандалить, не испытывать как будто негатив, а понять, постараться понять, что человек находится в достаточно тяжелой ситуации, когда с одной стороны у него есть вы, и будут у него все хорошо, а с другой стороны есть дети, с которыми не все так хорошо, с которыми отношения напряженные. И мужчина это переживает, ведь мужчина относится к своим детям как к продолжению рода, и они для него, для мужчины, часть его жизни. И вам в этот момент нельзя забывать. То есть попробуйте поговорить с человеком, и выяснить, как же он все-таки относится к своим детям, и в каком контексте он их воспринимает. И тогда, поняв его страхи, поняв его желания, вы можете получить шанс что-то исправить. Конечно, есть и другие варианты, другие возможности, другие возможные смыслы того, что мужчина делает. Например, он показывает, как вы и думаете, своей жене, что у него все хорошо. Но! Вы же понимаете, что если дети рассказывают все, то они говорят и не только хорошие вещи, а это значит, что жена, как минимум, будет знать не только о том, что у него все хорошо, но и о том, что у него есть определенные проблемы. И вот это как-то не очень вписывается в ту картину, которую вы рисуете. То есть вы, скорее всего, сами в мужчине по какой-то причине не уверены. Вы опасаетесь, что его бывшая жена вновь его завлечет. Вы опасаетесь соединения его с ней. И вот по какой причине вы в мужчине не уверены, вот этот момент нужно разбирать уже с вами. Потому что вне зависимости от того, чем руководствуется человек, а мы можем об этом только догадываться, потому что мы его не знаем, мы имеем перед глазами только ваше письмо. Так вот, можно лишь только разбирать вашу реакцию, который однозначно является следственным того, что вы в себе не уверены. Либо в себе, либо в своем мужчине. Соответственно, если вы не уверены в мужчине, то этот момент нужно прорабатывать, то есть понять, а почему вы не уверены, давал ли он вам повод для этой неуверенности. И, собственно говоря, разбирать, наверное, обстоятельства, которые привели вас к такому вот пониманию, к такому восприятству, к созданию такой вот картины мира, такого отношения, что он не заслуживает от вас 100% доверия. То есть, казалось бы, ну, видеть его жена, там, что вы делаете? Ну и что? Как это влияет на вашу жизнь? Никак. Но, тем не менее, вас это нервирует. И это, так или иначе, неуверенность в себе. Или неуверенность в мужчине. Соответственно, если вы не уверены в себе, то с вами, уже лично с вами, нужно работать. Понятно, чего вы боитесь, чего вы опасаетесь и почему. Скорее всего, неуверенность в себе – это сомнение. И тогда сомнение упирается в какую-то неудовлетворенность, в какой-то страх. Так и с причинами этих вещей, этих категорий нужно разбираться, чтобы понять, как лучше вам помочь этого достаточно достичь. Дабы ни страх, ни неуверенность в себе не влияли на ваше отношение и на ваше поведение. Не портят тем самым ваши отношения с мужчиной. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим.